Как женщине заниматься духовной практикой? Нужно понять, что женская духовная практика означает вовлеченность. Вот, допустим, есть службы религиозные. Это женское мероприятие, а не мужское. Поэтому мужские мужчины в основном туда не ходят. Зачем они нужны, эти службы? Допустим, песнопения какие-то церковные или проповеди. Они нужны для того, чтобы вдохновлять людей. И женщина нуждается в этом вдохновении очень сильно. Поэтому социальная деятельность, такая духовная, такие как церкви, храмы, они очень сильно нужны женщинам. Женщины должны ходить обязательно в церковь, в храмы. Женщине также нужно знать, что она не очень сильно влияет обстановка. Поэтому надо менять в доме обстановку. Если вы хотите духовно развиваться, нужно, чтобы были иконы в доме, чтобы алтарь был. У мужчины часто по барабану есть там алтарь, нет. Но женщине нужно, иначе она чувствует себя плохо. Ей нужна эта атмосфера, в которой она хочет жить. Она должна менять свою атмосферу сама. Одежды тоже есть. Три типа одежды у женщин. Первый тип одежды, что это одежды направлены на секс. Это одежды в невежестве, когда одежда открытая сильно, все видно. Это одежда в невежестве, она разрушает духовную жизнь женщин. Есть одежды в страсти, вычурные одежды. Но сильно, допустим, цвета такие яркие там и так далее. Эта одежда возбуждает психику женщин. Тоже уводит от духовности. Есть одежды красивые, но очень мягкие цвета, гармоничные. Все закрыто от тела. Это классика таких одежд. Это духовные одежды. Вот взять, допустим, мусульманскую одежду женскую. Очень красиво. У меня есть одна знакомая в Уфе. Вернее, это несколько девушек. Они являются редактором мусульманского журнала. И они показывают мусульманскую моду. Там такие обалденные одежды просто. Они вот шьют это, одеваются, фотографируют. Очень красиво. Ну, то есть, всегда одежда, связанная с духовностью, она тоже очень красивая, но при этом она не разрушает женщину. Она сохраняет ее, наоборот. Женщина, которая, допустим, открывает тело, она отдает себя в это время. Ну, то есть, женщина, допустим, имеет хорошее настроение. Она всех любит. Она открыла свое тело. Ну, не полностью, понятно. Ну, в какой-то степени. И пошла, допустим, на улицу погулять. Все люди, которых она встречает, они реагируют на ее тело. Женщины как реагируют? В духе конкуренции. Мужчины как реагируют? Они пожирают это тело. То есть, они как бы впадают под влияние и начинают наслаждаться женским телом. Но знайте, что это желание наслаждения, оно не является просто эфемерным каким-то. Если мужчина наслаждается женским телом, то он съедает часть ее психики. Другими словами, ее настроение портится, потому что, если эту энергию пользуются муж, допустим, или дети, тогда она наполняется женщиной, потому что энергия идет в замкнутой среде. А если чужие люди пользуются ей, то ей приятно, но это приятно за счет уничтожения энергии. То есть, в результате, она доходит до того места, куда она пошла, и она становится пустой. Допустим, она пришла домой, и ей любовь надо мужу отдавать детям, а нет уже любви, и она все истратила ее, потому что ее телом пользовались.